Юлия Саймоназари Челгаевск Пригородный автобус, пропавший бензином и табаком, подъехал к остановке. Дверь со скрежетом сложилась пополам. Трое пассажиров, толпившихся у выхода, торопливо сошли в селе Георгиевка и разбежались по сторонам. Неуклюжая колымага тронулась к последнему пункту на маршруте. Скорость нарастала, и все громче в обшарпанном засаленном салоне дребезжали стекла в рамах, лязгали ржавые поручни и скрипели расшатанное подорное кресло. Единственный пассажир, Данил Рокотов, без интереса пялился на разлегшейся подле ухабистой дороге неравномерный пейзаж. Кулачок чахлого поля. Куция лесополоса с желтыми листьями вместо свежей майской зелени. Мутный водоем с маслянистой жирной пленкой. Постепенно голубой небосвод со взбитыми облаками затянул приползший со стороны Челгаевска густой коричнево-серый смог. И на том месте, где пополудню должно было стоять солнце, осталось еле заметное светлое пятно. Автобус спускался в низину, окруженную высокими холмами. На самом дне прорисовывались пятиэтажки. Над их крышами возвышались шесть больших труб. Они исторгали смоленистые густые столпы, расстилающиеся над Челгаевском ватным одеялом. И укрытые им жители не видели ни неба, ни солнца. Дымовые великаны врастали в огромный городообразующий химзавод. Рокотов скривился, глядя на мрачный городок, утонувший в летучей грязи. На ум пришел образ ванной, наполненной токсичными отходами, которую его насильно загоняют купаться. И хотя он брался за любую работу без лишних слов и препирательств, в этот раз он злился, что руководство воспользовалось его безотказностью и послало на ядовитую помойку. Пригородная развалюха с протяжным скрипом затормозила у автовокзала. Двери с грохотом распахнулись. Рокотов вышел из автобуса, закинул на плечо спортивную сумку и пошел искать гостиницу «Волна». От первых глотков дряного воздуха в горле запершило. Он прокашлялся, но соднящее раздражение осталось. Под тенью густого смога безликие пятиэтажки с маслянистыми коричнево-серыми стенами казались асимметричными. Скудная зелень цвета желчи, обделенная солнечными лучами и отравленная выбросами из завода, росла чахлой. По разбитым дорогам изредка громыхали старые машины, а по шершавым тротуарам брели прохожие с апатичными лицами. Здесь все было под стать хмурому, удушливому городу. Рокотов свернул с вокзальной на Пионерскую, с Пионерской на Ленина, с Ленина на Садовую. И все время его не покидало ощущение, что он идет по одной и той же улице, только названия меняются. Уже больше года Рокотов проводил в бесконечных командировках. Из первых поездок новые города не восторгали, не удивляли его. Он вообще не проявлял к ним интереса. Соглашался ехать хоть к черту на куличке, только ради денег. Рокотов собирал дочери на операцию. Надя до десяти лет была счастливой, улыбчивой девочкой, даже несмотря на потерю матери в раннем возрасте. Жена Рокотова, склонная к суициду, утопилась. Убить себя ей удалось с пятой попытки. В одиннадцать лет у Нади диагностировали болезнь Вильсона. Дочь унаследовала два мутировавших гена, из-за которых организм накапливал излишки меди. Ее мучили сильные боли в правом боку, кожа приобрела желтовато-коричневый оттенок. Она не могла говорить, координация нарушилась, а по краю синей радужки глаза проступила зеленовато-бурая полоса. Лекарства не помогали, врачи прогнозировали цирроз. Рокотов хватался за любую работу, чтобы собрать дочери денег на пересадку печени. И пока он мотался по командировкам, Надя жила у сводной сестры покойной матери. Единственная родственница терпеть не могла, когда больная племянница оставалась у нее. Но как набожная христианка не отказывала в помощи. Рокотов плохо ладил со свояченицей, да и Надя не любила сварливую тетю Валю. Надеваться было некуда. В конце улицы Первомайская Рокотов увидел трехэтажное здание из силикатного кирпича. На крыше крыльца пять облупившихся букв «Волна». Перед разбитыми ступенями переминался с ноги на ногу человек в мешковатых джинсах и темно-сером балахоне. Лицо скрывал капюшон. Рядом махала руками недовольная сутулая женщина. На ней было ситцевое платье в цветок, пуховая шаль на плечах, шерстяные носки и домашние тапки. Волосы собраны в пучок. «Днем не выходить. Совсем не понимаешь. Глупее других, что ли?» – услышал Рокотов, подходя к гостинице. Из длинного рукава балахона высунулась грязная белая лапа и указала на него. Сердце Рокотова вздрогнуло, но быстро успокоилось. Рука человека в капюшоне была перевязана. Толстый слой бинтов полностью скрывал ладони пальцы, будто на руку надели варежку. «Нельзя же!» – женщина обернулась. «Иди, потом поговорим». Она толкнула его к ступеням. Рокотов, маленькие, глубоко посаженные глаза внимательно рассматривали Рокотова из-под нахмуренных бровей ниточек, нарисованных карандашом. Я. Его лицо безжизненного цвета, с припухшими веками и синяками под ними, не выражало ничего, кроме въевшейся усталости. «Идемте». Она кивнула на парадный вход. Вестибюль гостиницы был выкрашен в голубой, на полу кафельная плитка горчичного цвета. Вместо современной стойки регистрации – старенький стол. На нем лампа под зеленым абажуром, телефон, журнал и календарь. На стене часы с застывшими стрелками и маленький шкафчик с ключами от комнат. Напротив поста вахтерши – большое зеркало с трещиной. По обеим сторонам от него напольные горшки с умирающими фикусами. Наверх вела широкая лестница, устланная красными ковровыми дорожками с протертым ворсом. Через матовое стекло пыльных плафонов пробивался тусклый свет. «Комната 18», – монотонно сообщила вахтерша, следуя к столу. «Третий этаж. Туалеты душ общие». Она вытащила из ячейки ключ, положила на стол и ткнула пальцем в графу в журнале. «Распишитесь». «Как к вам обращаться?» «Тамара Георгиевна». «Тамара Георгиевна, где можно поесть?» – спросил он, рисуя крохотную закорючку. «На соседней улице столовая». Она махнула рукой, указывая путь через стену. «Другие постояльцы есть?» «Нет, вы один», – сказала она и села разгадывать кроссворд. Рокотов взял ключ и пошел искать комнату 18. «Выключатель в коридоре на правой стороне», – крикнула вахтерша вслед. «Что?» – он обернулся. «Говорю, свет наверху выключен, кнопка справа от лестницы». Тусклое освещение из вестибюля не дотягивалось даже до лестничной площадки между первым и вторым этажом. Дальше путь до номера скрывала темнота. Тишина в пустых коридорах вздрагивала от шагов. Под ребра закралось легкое чувство тревоги. На третьем этаже Рокотов достал из кармана ветровки телефон, подсветил стену и нашел выключатель. В плафонах через один забрежил слабый свет. От лестницы коридор расходился в две стороны. В одном конце – туалет и душ, в другом – комната восемнадцать. Обои в номере отслаивались, побелка вздулась в полущели толщиной с палец. Скрипучая кровать, шкаф со сломанными полками, шатающийся стул, стол с заедающими ящиками, прожженные сигаретами темно-зеленые шторы и заляпанное зеркало. Закоптелые окна угловой комнаты выходили на две улицы – Первомайскую и Советскую. Клоповник! Процедил сквозь зубы Рокотов, бросил сумку и ушел в столовую. Административное здание Челгаевского химзавода было самым высоким и приметным в городе. Семь этажей, облицованных светло-серым мрамором, походили на громадное надгробие. По обе стороны от массивного строения тянулся бетонный забор, обнесенный колючей проволокой. Слева, за хилым рядком деревьев, размещался контрольно-пропускной пункт и ворота. На заводской проходной Рокотова ждал широкомордый мужик с гладко выбритым лицом. Он метал из-под козырька фуражки взгляды на проходящих через турникет людей и почти каждому отпускал сухое здрасте. «Рокотов?» – спросил широкомордый. «Здравствуйте, вы, должно быть…» «Шабанов Михаил. Начальник производства третьего сектора. Он крепко пожаловал руку и сразу перешел на «ты». Держи пропуск. Идем». Потрясенный Рокотов замер на месте, когда вошел на территорию, огороженную бетонным забором. Перед ним лежал громадный химзавод, похожий на чудовище с шестью шипами, извергающими клубы летучего яда с ненавистью ко всему живому. Многоуровневый гигант, окутанный толстой сетью труб, облепленный цистернами и колоннами перегонки, казался живым. Он шумно дышал мощными легкими, оглушительно ревел и беспрерывно дрожал, иногда вздрагивая так сильно, что Рокотов чувствовал вибрацию воздуха. От крыльца проходной дорога разбегалась в три стороны. Та, что вела прямо, уводила в арку под химзаводом. «Запоминай дорогу, здесь легко заблудиться», – сказал Шабанов, шагая к арке. В шестидесятых тут построили завод сельхозудобрений. Предприятие быстро разрасталось, стали осваивать новые отрасли. Бытовая химия, пластиковые товары, аммиак и метанол, резина и полиуретаны, а силикатная промышленность. К заводу пристраивали новые цеха, помещения, склады, секторы. Так он и превратился в гигантский промышленный комплекс. Как любят говорить заводские, город в городе. Здесь все очень запутанно, так что если потеряешься, звони на проходную по внутреннему телефону, сотовые тут не ловят. Они вошли в арку, и чем дальше уходили от дневного света в извилистые коридоры завода, тем хуже становилось Рокотову. Он с трудом дышал в жарких переходах, переполненных тяжелыми запахами, будто высокие стены, тиски. И с каждым шагом они сильнее сдавливали грудную клетку. Внезапно навалившаяся слабость размягчила тело до дрожи. Рокотов обливался потом, еле удерживаясь на полусогнутых ногах. Ему казалось, что он находится внутри чего-то живого, и вибрирующая громадина медленно переваривает его. По потолку тянулись трубы, по стенам провода. Расползались по коридорам, забирались в кирпичную кладку, обеспечивали жизнь промышленного зверя. Слабый свет лампочек, замурованный в железной решетке, лишь немного разъедал темноту, отчего все вокруг казалось эфемерным и непрочным. Шабанов обернулся и посмотрел на бледного Рокотова, плетущегося следом. «Тебе нехорошо?» «Ничего, такое часто бывает с новенькими, привыкнешь». Подбодрил Шабанов и продолжил. «Так вот, если заблудишься, по всей территории висят телефоны, рядом справочники с внутренними номерами. Позвони на проходную и скажи, где ты. У каждого аппарата есть метки». Он указал рукой на стену. Справа от телефона еле виднелась буква и цифра «К-7». «И за тобой кого-нибудь пришлют». Они прошли мимо двух развилок, у третьей свернули направо. Проследовали до конца узкого коридора, который пересекали многочисленные переходы. «Наше предприятие – градообразующее. Больше семидесяти процентов челгаевцев работает на химзаводе. Можно сказать, наш химзавод – сердце Челгаевска». Ядовитое сердце. Заметил Рокотов, стараясь дышать глубже. Внезапная паника постепенно отступала. «Не бывает безвредного производства», невозмутимо парировал Шабанов. Они добрались до внутреннего дворика, пересекли его, зашли в одну из дверей и продолжили путь в другом переходе, где через сотню метров свернули в огромный проем рядом с лестницей, ведущей под землю на нижние этажи. «Нам туда». Шабанов указал на дальние двери. В цеху размером с половину футбольного поля стояли цистерны, насосы, трубы, фасовочные дозаторы и конвейерные ленты, купленные челгаевским заводом в компании Рокотова. Ему предстояло все это собрать в одну линию по разливу синтетических смазочных материалов, настроить ее и обучить рабочих управляться с ней. «Послезавтра помощников пригоню». «Обещали сегодня», – возмутился Рокотов. «А я что? Я бы и сегодня дал, так нет никого. Все заняты на производстве. И как я один? Но потерпи два дня, я тебе десятерых приведу». «Пятерых хватит». «Не вопрос», – заискивающе улыбнулся Шабанов. «Еще что-нибудь нужно?» Рокотов покачал головой. «Обед с двенадцати до часу. Зайду за тобой, провожу в столовую», – сказал он и ушел. Рокотов достал из сумки рабочую форму, и папку планшет с шариковой ручкой. Переоделся, обошел помещение, осмотрел оборудование, сделал пометки в бумагах, проверил расходные материалы и начал с работы, которую мог осилить в одиночку. Стал собирать насос. В час обеда Шабанов не появился. Рокотов пошел к проходной, чтобы спросить дорогу к столовой. После ярких ламп в цеху глаза долго привыкали к скудному освещению в полутемных коридорах, и многие детали ускользали, оставаясь незамеченными. Рокотов по памяти поворачивал то налево, то направо в хитросплетение переходов, ответвлений и развилок. И пока он бродил, ему не встретился ни один рабочий. Когда зрение настроилось на полумрак, Рокотов понял, что окружавшие стены совсем не те, через которые вел Шабанов. Он свернул в широкий коридор, распещренный черными проемами. Прямые линии, разграничивающий пол, стены и потолок, далеко впереди соединялись в одну точку. Рокотов остановился и только теперь заметил. Гудящие машины и грохочущие станки шумели где-то позади. «Эй, есть кто-нибудь?» Эхо размножило слова и унесло в темные коридоры. «Люди!» Внутренняя связь. Он вспомнил наставление Шабанова и пошел искать телефон. Рокотов остановился у красного дискового аппарата. Под ним на полке лежал привязанный справочник. Он нашел номер проходной, снял трубку и закрутил первую цифру. Диск мягко затрещал, возвращаясь на место. Рокотову всегда нравился этот звук. И сейчас он будто вернулся на 25 лет назад, квартиру покойных родителей, где в прихожей на холодильнике стоял телефон, по которому он каждый вечер созванивался с Вероникой, мамой Нати. Он набрал последнюю цифру. Из трубки послышались короткие гудки. Рокотов тяжело выдохнул, нажал на рычаг. И снова обрывки вместо непрерываемого сигнала. Он положил трубку и пошел дальше. Электрические лампы ослабевали, темнота отвоевывала все больше территорий. Но Рокотов не замечал растущих черных пятен, пожирающих свет. Ностальгия сделала его безразличным ко всему. Из-за угла одного из бесчисленных проемов, ведущих в узкие коридоры, кто-то выглянул. Рокотов остановился. В зыбких очертаниях незнакомца просматривалось что-то ложное, пробуждающее страх. Запахло то ли дегтем, то ли камфорным маслом и больной плотью. Он поморщился. Из-за таинственной фигуры вынурнуло еще несколько силуэтов. И вот они уже толпились в каждом проеме. Неправильные, чужеродные, пугающие. «Кто там?» – задрожал голос Рокотова. Он убеждал себя, бояться нечего. Но толпа во тьме внушала обратное. В ответ доносилась тихая возня и хрипы. «Данил!» – донеслось из-за спины. Он вздрогнул и обернулся. «Что ты здесь делаешь? Я тебя обыскался!» Шабанов бежал к нему. Рокотов снова посмотрел на проемы узких коридоров, уводивших направо и налево. В них никого не было. «Там кто-то есть», – сообщил он Шабанову. «Нет тут никого. Эти цеха работают в ночную смену». «Я видел, там кто-то стоял». «Перетрудился?» – засмеялся Шабанов. «Пошли». «Как ты вообще сюда забрел?» «В столовую искал». «Но здесь ты ее точно не найдешь. Раз заблудился, позвонил бы, я ж говорил. Вон, телефоны везде висят». Он указал на тот самый, по которому звонил Рокотов. «Этот не работает». «Значит, другой надо было найти». «Не успел». «Кстати, как-то узнал, где я». «Случайно. Думаю, дай загляну, вдруг ты здесь и, видишь, угадал». «На вашем заводе даже дорогу спросить не у кого». «Говорю же, этот сектор работает в ночную». «Ладно, пошли скорее в столовку, пока всю еду не разобрали», – поторопил Шабанов. Из-за толщи смога, висящего над городом и днем, и ночью, темнело здесь рано. Чахлый свет редких фонарей набрасывал на улицы Челгаевска, желто-коричневую вуаль, и все вокруг казалось зернистым, как на ретрофотографии с эффектом сепии. В искусственном свете лица прохожих выглядели радостными. Рокотов вошел в гостиницу. В вестибюле стоял неприятный запах, точно так же пахло в коридоре на заводе. За столом вахтерши сидел человек в балахоне. «А где Тамара Георгиевна?» Рокотов подошел к столу. Незнакомец поднял голову. «Господи!» Рокотов отшатнулся. В глубине капюшона виднялись слои бинтов и желто-зеленые радужки на кроваво-белом глазном яблоке. Незнакомец скачал, пряча забинтованные руки в растянутые рукава, и скрылся в коридоре первого этажа. Рокотову стало неловко, и он поспешил в номер. В дверь постучали. На пороге стояла вахтерша. «Чего искал? Утром вода в душе была холодная». «Иногда бывает. Включи, подожди, и горячее пойдет. Все?» «Да...» «Нет. Постойте. Кто этот человек в бинтах? Кажется, я напугал его, хотел извиниться». «Сын мой, Егорка. Болен он. Он тоже работает на заводе?» «С чего взял?» «Она подозрительно прищурилась. Просто...» «Нет, ничего. Извините. Спокойной ночи». «Спокойной». Пробурчала она и пошла к лестнице. Рокотов сидел у окна и смотрел на людей, бредущих в сторону завода. Они представились ему гномами, идущими в черные пещеры под большой горой. Он вспомнил, как вместе с Надей читал книгу про гномов и хоббита, и как она звонко смеялась над глупыми троллями. Это было до болезни. Тогда она еще не разучилась заразительно хохотать, а он не разучился радоваться жизни. Сердце Рокотова сжалось. По щекам потекли слезы. Утром, проходя через вестибюль, Рокотов задержался у стола вахтерши. Она нелепо улыбалась, стараясь быть дружелюбной. «Утро доброе». «Доброе утро, Тамара Георгиевна. Хотел еще раз извиниться за то, что напугал вашего сына. Неловко вышло». «Напугал? А... Ну да, запамятовал его совсем. Не переживай. Он уже привык, все приезжие побаиваются его. Как себя чувствуешь?» «В смысле?» «Ну, в первые дни командировочным плохо бывает от воздуха». «Хм...» Он удивленно смотрел в телефон. «А какой сегодня день?» «Шестое июня, а понедельник?» «Как шестое?» «Тьфу ты, калоша слепая. Четверг, 29 мая». «Вот скотство. Еще и не ловит». Он щелкал по старенькому кнопочному телефону. «Сломался?» «Похоже. Ладно, пойду. Егору привет». Он улыбнулся и пошел к двери. У Рокотова хорошо получалось выглядеть человеком, у которого все в порядке. Посторонние видели в нем лишь неуемного трудоголика с синяками под глазами. И никто не догадывался о том, что уже больше двух лет диагноз дочери занимает все его мысли, превращая жизнь в нескончаемый кошмар. По дороге к заводу Рокотов все время оглядывался и принюхивался. Он был уверен, что где-то рядом прячется сын вахтерши, и удушающая вонь, схожая с дегтем, камфорой и больной плотью, исходит от бинтов Егора. Его глаза прыгали с прохожего на прохожего, шерстили по улицам, скользили вдоль пятиэтажек. Насколько он не метал взглядов по сторонам, Егора нигде не видел. Рокотов чуть не упал, споткнувшись об улыжник на тротуаре, когда в одном из окон пятиэтажки промелькнули бинты. Чутье подсказывало, что прошмыгнуло в окне что-то неправильное, будто сформированная бинтами фигура была противоестественно вывернута и двигалась не по законам человеческой анатомии. Забыв о Егоре, Рокотов стал высматривать в окнах домов других мумий. Только никто больше не показался. В переплетениях промышленного гиганта Рокотов встретил Шабанова. «Здорово!» – Михаил пожалову руку. «Как настроение? Самочувствие? Готов к работе?» «Все хорошо, только подташнивает». «Это нормально. У всех приезжих так, у кого живот, у кого голова. Значит, еще не привык к воздуху Челгаевскому. Ничего, привыкнешь». Приободрил Шабанов, и они разошлись. После обеда Рокотов потерял счет времени. Из цеха он вышел, когда на завод прибыла ночная смена. Они кучно переходили из коридора в коридор и удалялись в глубины гудящей громадины. Данил столкнулся с ними в одном из длинных переходов и не сразу среди рабочих заприметил стариков и детей. Раньше он бы даже не придал этому значения, но вопросов скопилось слишком много, и он не мог игнорировать Челгаевские странности. Никем не замеченный, он примкнул к толпе и пошел за остальными туда, где висел сломанный телефон и стояла зловоние. Постепенно, галдящее в полголоса шествие редело, люди отделялись от общего потока и уходили в узкие коридоры, примыкающие к главному. Впереди Рокотов заметил Шабанова с женщиной. Они свернули в один из проходов по левой стороне и скрылись за четвертой дверью. Рокотов, соблюдая дистанцию, последовал за ними. В большом помещении, разделенном громоздкой металлической конструкции на два этажа, не было ни станков, ни конвейеров, ни сырья. Внизу стало с компьютерами, стулья, диваны, кресла, стеллажи с книгами, аудио и видеотехника. Наверху – кровати, комоды и шкафы. От невыносимого смрада першило в горле. Рокотов закрыл нос рукавом. Облик тех, кто здесь жил, заставил содрогнуться Рокотова. Здесь повсюду были уму непостижимые создания. Недалеко от него стояло худосочное тело с вывернутыми коленями и локтями. На спине громоздились мясистые опухоли. Одна из них была огромной головой со симметричными прорезями, в которых виднелись желто-зеленые радужки глаз на кровавых белках. Чуть ниже хлюпала бесформенная шишка, похожая на расплавленный нос. Еще ниже тянулась раскрытая расщелина. Через нее с хрипом заходил и выходил воздух. Перекособоченное существо от шершавой кожи двинулось навстречу какой-то парочке и обхватило их кривыми конечностями. Рокотов осторожно подкрался к Шабанову. Тот сидел на корточках перед инвалидной коляской. В ней громоздилось нечто с маленькой недоразвитой головой. Кожа исполосована глубокими трещинами, сочащимися кроваво-водянистой жижей. Вместо носа две дырки. Из раскрытого рта текли слюни на недоразвитую грудную клетку. Глазные яблоки с кровавыми сгустками и желто-зелеными радужками выпучены. Руки со сросшимися пальцами походили на ласты. Существо замычало в испуге, еще сильнее выкатывая глаза. Шабанов обернулся. Рокотов бросился прочь из логова чудовищ. «Стой!» – закричал Шабанов. «Тебе не убежать!» В коридоре Рокотов наткнулся на вахтершу с сыном. Рядом с ними стояло нечто на трех сломовьих конечностях, обросших изломанной корой, образованной сухими твердыми бородавками и папилломами. Уродливая тяжелая броня покрывала почти все тело, из-за чего оно сильно деформировалось, и малейшее движение давалось неповоротливому существу с большим трудом. Толстый слой наростов с рогообразными выступами объединял голову и туловище в одно целое. Глубоко внутри одеревенелой массы бегал желто-зеленый зрачок. Вокруг века небольшой участок смуглой кожи. И только мужская рука сильно выбивалась из облика твари, будто ее отрезали от нормального человека и пришили к трехногому. Рокотов мчался без оглядки, оставляя цеха с жуткими обитателями позади. Он вылетел с проходной и направился к автовокзалу. Последний пригородный автобус уехал больше двух часов назад. Челгаевска вела одна дорога. Здесь же она и заканчивалась. Город был тупиком на карте. Рядом с ним не проходили трассы и не курсировали попутки. Рокотов быстро поднимался из низины, окруженной высокими холмами. Отвратительное зловоние дегтя камфоры и больной плоти напирало со всех сторон. Запах пропитал футболку, штаны и ветровку. Взелся в волосы и кожу. Оставалось только терпеть, пока он не смоет себя смрад и не поменяет одежду. Он поднялся на вершину холма и в последний раз посмотрел на покоившийся под смолиной дымкой Челгаевск с редкими размытыми огнями. За ним никто не гнался. Будто челгаевцам было все равно, что он уйдет и расскажет миру о монстрах, живущих на химзаводе. Рокотов плюнул на город. Сошел с дороги и пошел прочь. Ветер на равнине дул в сторону Челгаевска, приносил чистый воздух. С непривычки у Рокотова закружилась голова, а после перехватило дыхание, будто на голову натянули пакет. И с каждым вдохом в груди становилось больнее. Легкие горели, а идти стало тяжело, словно он преодолевал невидимое сопротивление. Направление ветра резко переменилось. Рокотова накрыл порыв, насыщенный летучими химикатами. Боль в груди быстро отступила, дыхание восстановилось. Но как только грязь улетела обратно к городу, он снова стал задыхаться, точно рыба на суше. Ужас, как гигантский паук оплетал сердце тугой паутиной. Рокотов бросил сумку. Вещи в ней, будто кирпичи, притягивали к земле. Огонь в груди разрастался. Каждый шаг давался с неимоверными усилиями. Из легких поднимались кровавые сгустки. Он закашлялся, и темно-красные капли брызнули изо рта, окропив одежду и траву под ногами. Преодолев еще несколько метров на полусогнутых ногах, Рокотов упал. На горизонте виднелись луна и звезды. Надя. Прошептал он и пополз. Булькающие хрипы Рокотова разбавляли ночную тишину, смешиваясь со строкотом сверчков. Он схватился за стебли полуни, подтянулся к кусту и замер. Рокотов открыл глаза. Над ним простирался белый потолок с жужжащими лампами-трубками. «Проснулся!» – закричал рядом женский голос, и удаляясь, застучали каблуки. В распахнутую дверь вошел высокий мужчина и хрупкая женщина, оба в белых халатах. «Как себя чувствуете?» – спросил незнакомец. «Где?» «В больнице». «Я ваш лечащий врач, Гордеев Андрей Васильевич. Вы помните, что произошло?» Рокотов задумался и с пуганными глазами посмотрел на врача. «Вас нашли без сознания?» «Помню. Задыхался. Погано Челгаевск отравил меня.» «Да. И благодаря ему вы до сих пор живы». «Что?» «Разве вы не поняли? Вы в Челгаевской городской больнице?» «Нет». Рокотов дернулся, но не смог подняться с кровати. Под одеялом его держали ремни. «Какого черта?» «Успокойтесь. Это всего лишь меры предосторожности. Ради вашей же безопасности». В палату вошел сгорбленный старик, похожий на скукоженный сухарь. На нем был коричневый костюм цвета смога над Челгаевском. Его макушку покрывали жиденькие седые волосенки, точно пушок на голове новорожденного. Он пристально смотрел на Рокотова поверх очков. «Здравствуйте. Будем знакомы. Кирилл Филиппович Алексеев, директор Челгаевского химзавода». Представился он трескучим голосом. «Должен признаться, это по моей вине. Все тут остаются по моей вине». «Отвяжите меня!» Щеки Рокотова залил багровый румянец, гнев вытеснил вспыхнувший в начале страх. Он метал яростные взгляды на собравшихся у его кровати. «Не ругайтесь, выслушайте!» «Отвяжите! Сволочи, нелюди!» Кирилл Филиппович кивнул врачу. Гордеев достал из кармана шприц. «Только попробуй, сволочь!» «Это успокоит вас. Но спать вы не будете». Андрей Васильевич снял с иглы колпачок и вколол лекарство Рокотову в плечо. «Думаете, никто не узнает, что вы на заводе прячете? Еще как узнают!» Не успокаивался он. «Уж я обещаю!» Постепенно, искривленное гневом лицо Рокотова разгладилось, и он притих. «Так лучше!» Алексеев сел на край кровати. «Столько раз рассказывал новеньким одно и то же, и все равно не знаю, с чего начать». Посетовал директор. «Данил, послушайте. Челгаевцы не могут жить без промышленных отходов с завода. Ядовитые выбросы нам жизненно необходимы, как вода и еда. Чистый воздух смертелен для нас, как вы уже поняли. Мы все отравлены. Только у одних изменения невидимы, а другие теряют человеческий облик. Вам еще о многом предстоит узнать». «Я отравился за три дня?» Блекло прозвучал голос Рокотова. «Вы здесь дольше трех дней». «Сколько?» «Около двух недель». Рокотов тяжело вздохнул. На большее он был не способен. Все эмоции подавляло успокоительное. «Да и за месяц вы бы не отравились», – продолжал Алексеев. «Нужно прожить здесь несколько лет, чтобы стать зависимым от Челгаевска. Поэтому мы ускорили процесс. После вашего первого рабочего дня мы продлили ваш сон на несколько суток. И все это время вы находились под воздействием веществ, способных необратимо менять клетки организма. Зачем? Циничный расчет. Нашему заводу нужны рабочие, а городу – жители. «У вас нет выбора. Вы никогда не сможете уехать из Челгаевска. И еще подумайте о дочери». «Да, я знаю», – ответил он на вопросительный взгляд Рокотова. «Уверяю вас, если она сюда переедет, ей не нужна будет операция. Клетки ее организма перестроятся, начнут работать по-новому, болезнь отступит. Это прогнозы наших специалистов. Если вы согласитесь, уже завтра наши друзья в большом мире привезут ее сюда. Вы же не думаете, что Валентина оставит девочку у себя? Как только ваша свояченица узнает, что вы не вернетесь, она отправит Надю в интернат. А там с ее диагнозом она долго не протянет. «А здесь будет жить на заводе с монстрами?» «Если повезет, то изменения будут незаметны, как у меня или Андрея Васильевича. А если нет, поселится на заводе. Там у нее будет много друзей. Но самое главное, она не умрет». «Что за жизнь в цехах? Это скорее пожизненное заключение». «Наши близкие так не думают. У них есть выбор, и они выбирают жизнь. Да, их дом-завод, потому что мы хотим защитить родных. Нельзя, чтобы приезжие видели их. А в те цеха посторонние никогда не попадут. Я попал. Только потому, что мы решили вас здесь оставить». «Вы не боитесь, что я выдам вашу тайну? И там, как вы говорите, в большом мире узнают, кто живет на химзаводе». «Не боюсь. У вас нет выбора. Я знаю, как сильно вы любите свою дочь. Пока вы спали, я переписывался с ней от вашего имени и еще раз убедился. Вы не позволите ей умереть». «Мы снова сделали правильный выбор». Алексеев встал с кровати, махнул рукой Гордееву, и оба вышли из палаты. Рокотов задумался, уставившись в потолок. Рокотов больше не выходил на улицу днем. Только когда стемнеет. Носил мешковатую одежду, под которой прятал слои бинтов. Избегал солнца, главного врага всех, кто здесь жил. Особенно таких подверженных, как он. Ультрафиолетовые лучи ускоряли необратимые изменения. Еще одна причина, по которой трубы Челгаевского завода старательно пахтели и днем, и ночью, спасая жителей от дневного света. Кожа Рокотова источала сильно неприятный запах. Главный признак быстропротекающих изменений. Первое время его рвало от зловония, следующего за ним повсюду. Постепенно он привык и перестал обращать внимание на вонь, пропитавшую одежду и квартиру. С улицы донесся шум и крики. Рокотов выглянул в окно на кухне. Во дворе стоял грузовик. Рядом с ним вертелись суетливые, юркие парни в синих комбинезонах. Выгружали мебель, стараясь быстрее выполнить работу. За ними, с тоской в глазах, наблюдал грузный мужчина. Его миниатюрная жена нехотя шла к подъезду. Вокруг нее крутились двое малолетних детей. Они снова сделали правильный выбор. Вспомнил Рокотов Алексеева, глядя на обреченные лица новых соседей. «Надя, идем скорее, опоздаешь». Рокотов позвал дочь, отходя от окна. «Сейчас». В коридоре послышались торопливые шаги. На пороге кухни появилась симпатичная девчушка с большими синими глазами. И улыбкой, которая наполняла сердце Рокотова счастьем. «Оладушки». «Садись», – сказал он, наливая какао. «Сколько сегодня, Роков?» «Пять». «Потом музыкалка?» «Угу». Она запихала в рот оладушек, вымузанной абрикосовым вареньем. Рокотов погладил дочь по голове перебинтованной рукой и поцеловал в макушку. Надя полюбила Чалгаевск в отличие от отца. Уже в первую неделю пребывания здесь ее сильные боли притупились и постепенно ослабевали, а через год полностью исчезли. Болезнь отступила. Надя росла и хорошела. Рокотов каждый день молился, чтобы уродства никогда не проявились во внешности дочери. Сам он готов был переехать на химзавод, когда больше не сможет скрывать безобразного облика, но не перенесет, если Наденьке придется жить в цехах с другими монстрами. Чалгаевск, который нельзя покинуть, он и так считал тюрьмой. А для Нади город был самым прекрасным местом на Земле. И после долгих страданий в Большом мире, она ни за что бы не уехала из Чалгаевска, даже если бы воздух не держал. Субтитры создавал DimaTorzok